Новороссийский гимназий Сергей вам расскажет о мужской гимназии, новороссийске, здании, которое до сих пор существует, и адрес Сергей назовет, где его можно будет посмотреть для гостей нашего города, ну и для тех, кто недавно поселился в городе. Пожалуйста, вам слово. Да, здание мужской гимназии находится в Новороссийске по адресу Энгельса 58, является памятником архитектуры Краснодарского края. И дата постройки его 1900 год. Но перед тем, как рассказать подробно об этом здании, хотел бы коснуться истории образования в Новороссийске, с чего все начиналось. В 1867 году на должность начальника Черноморского округа назначается Дмитрий Васильевич Пеленко. Позже он станет генерал-майором. И в 1868 году он ходатайствует перед главным управлением Кавказского наместника о выделении средств на строительство школы, на организацию двухклассного мужского училища на тот момент. И в 1870 году это училище открывается в здании бывшего адмиралтейства в Новороссийске, в центре города. И буквально через два... Извините, я прибью адмиралтейство, уже не существует. Уже не существует, да, но упразднено. В Новороссийске было свое адмиралтейство. На тот момент там была морская станция, да, то есть цеха для баркасов, судов, то есть частично функцию выполняла, но уже как адмиралтейство не действовало. И через два года, в 1872 году, стараниями жены Пеленко открывается женское училище в том же здании. Следующим этапом в образовании Новороссийска, таким рывком, является 1893 год, когда Кавказским управлением Кавказского округа в образовании направляется в Новороссийск Федор Владимирович Лях для организации полноценного среднего школьного образования в Новороссийске. И вот стараниям Федора Ляха и меценатов города в 1894 году открывается уже четырехклассное мужское училище в здании купца Чувалджи. Это здание сохранилось до наших дней. И вот до 1898 года оно именно четырехклассное. Ну и там же размещалось женское училище. А с 1898 года оно преобразуется в восьмиклассную гимназию. Уже полноценную, полноценную гимназию. Вот, восьмиклассную. Оно равносильно сегодняшнему школьному среднему образованию, десятилетнему. И в этом же году городская управа размещает заказ на выделение участка под строительство нового здания мужской гимназии. Потому что предыдущее здание было арендовано, оно не подходило под гимназию. Ну вот, то есть были свои неудобства. И как бы мы сказали сейчас под санитарные, санитарные нормы. Да, то есть оно не было предназначено для учебного заведения. И вот в 1898 выделили участок. И через два года стараниями архитектора московского Лукашевича было возведено новое здание мужской гимназии. В 1900 году оно открылось. На тот момент красивейшее здание города. Ну и одно из красивейших зданий губернии. Но сохранилось до наших дней, в принципе, в первозданном виде. И первый набор, ну, наверное, все-таки не первый набор. У нас есть данные по 1909 году. 270 мальчиков обучалось в мужской гимназии. Оно считалось элитным на тот момент. Наверное, первым в губернии полноценным восьмиклассным училищем гимназии. И непосредственно директором был Федор Владимирович Лях, который бережно следил за каждыми дисциплинами, нанимал преподавателей. Также был разбит сад недалеко от гимназии, где ученики могли в перемену или после уроков отдыхать. На одном из этажей здания была устроена церковь, где происходили молебны, в том числе по случаю начала учебного года. Учебный год длился 240 дней с августа до 1 июня. И это сохранялось до 1920 года. Также Федор Владимирович Лях большое внимание уделял физическому развитию гимназистов и настаивал на том, чтобы был построен спортивный зал. И вот через несколько лет после постройки гимназии он все-таки был построен. Некоторых данных это 1904 год, других 1914, но здание сохранилось до наших дней. И что немаловажно, на базе этого здания, спортивной секции, квартировался, можно так сказать, первый футбольный клуб. Не только Новороссийска, но и России. То есть он исторически второй по старшинству. Которая Олимпия? Да, Олимпия. Он назывался Олимпия. 1907 года, самое первое упоминание, один из матчей был проведен с английскими моряками в Новороссийске. Стадион был недалеко от парка Фрунзе, на месте нынешнего парка Фрунзе в Новороссийске. И там проходили матчи. Вопрос такой, Сергей. Мы про женскую гимназию в предыдущем видео говорили, что это сейчас жилой дом, в котором люди проживают. А мужская гимназия? Что сейчас? Оно существует в здании? Что в нем находится сейчас? Это тоже интересный момент. Да, мужской гимназии повезло, скажем так, больше. Она на протяжении всей своей истории сохраняла свое предназначение. Как учебные заведения? Да, учебные заведения. Причем одно время, даже после войны, там была женская гимназия, да, то есть она сменила профиль, ну, на короткое время. И по сей день там находится техника экономический лицей, на сегодня она сохранила свою функцию. И также выполняет роль учебного заведения. Да, ну, вот был также интересный такой эпизод в истории этого здания. В 1942 году там находился штаб Новороссийской обороны. То есть период наступления... То есть это здание построено еще в Российской империи, служит до сих пор и служила ей Великую Отечественную войну. Да, и, к счастью, она сохранилась. Еще раз напомните нашим слушателям адрес, где его можно посмотреть в современном Новороссийске. Улица Энгельса, 58. Улица Энгельса, 58. Это тоже недалеко от центра. Вы будете в нашем городе, обязательно смотрите. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok